Ох, не знаю, чего там употребляют наши анимешные манганутые друзья из Японии, но явно что-то очень задвижное. Так как за последние годы нас радовали своим маразмом десятки сериалов на самые поехавшие трэшовые темы. Заваливали труселями и сиськами, отправляли хрен знает в какие измерения, посылали на и под и куда подальше. Но вот студия МАФА... МАФА походу закупилась чем-то особенно ядреным. То у них мальчики-волшебницы, то у них бомбаты розовые. Теперь же и вовсе тамошние гении задумались. Демоны-развратники были, озабоченные вампиры были, ангелы разные небезобразные извращенцы были. Но вот призраков, фонтанирующих кровью и износу при виде женского нижнего белья, пока еще не было. Значит, буду! Призрак с кровью, Карл! Ну вот мы имеем, что имеем. Изюминка или ниже пояса. Кому что больше нравится. Лично я бы выбрал ниже пояса, а то изюминки меня не шибко привлекают. Сериал начинается вполне тривиально. Девочка-супер-целочка спасает автобус от стада террористов. Размахивает своими шестью конечностями. Ну и, конечно же, все в лучших традициях. Мясо, кровь, кишки, хардкор, алах-бабах, трах-тарарах. И во все это дерьмище вступает подозрительный тип. Какой бы вы думали наружности? Да всем бы пердаке от удивления порвало, если бы это был не Аяш. Ебать, как я люблю Аяши, это ж так г**бительно. Но, как вы уже могли догадаться по сказанному ранее, нам нужен призрак. И он будет. Аяш сразу же погибает. Вот только непонятно, от чего он тушку скинул. То ли от полученных травм, то ли от потери крови из носу. Но в целом всем насрать. Расчехляется мальчик-колокольчик по имени Ютян. Ни в аду, ни в раю, и даже не в замке с жуткими тварями. А в зверинце куда похлеще. В женской общаге. Встречает же новоприставленного нет ни ангел и ни демон. А помешанный на титьках кошак-чароноске. Кошак. Помешанный. На людских. Сиськах. Бл***ть. Кошак. Сиськи. Сука. Как у меня горит очаг. Иди сюда. К слову, Кытя также является призраком. Но по ходу парохода, тварюки усатые, состояние средней дохлости только в кайф. Мирно шарясь по порно-сайдам и посасывая соке, кошак быстро вводит в курс дела нашего бедолагу. Мол, хуё моё, Авдеевы яйца, ты, чувак, теперь дух бесплодный. Единение! Кхм, простите, привычка. Но дух не простой, а золотой. Коли будешь на трусы бабские глазеть, то всё кердык планете. Прилетит астероид и расхреначит всё и всяк ядрень и фене. Но не сцы в компот, там баба ноги моет. Тушка твоя лазит по миру, и все думают, что ты жив-здоров. Обитает же в ней хрен знает кто, хрен знает почему и хрен знает зачем. Но ежели хочешь вернуть свой мясной костюмчик, то нужна тебе супер-мега-мэджик. Книга «Нандала-гандала», в которой по идее описан ритуал, как вырвать ведро костей и кружку крови из лап самовольных проживальцев. А княженцы как раз-таки находятся в той самой общаге, где наш главный герой очнулся. Сотпадение? И есть сие провиденьем господним. Ну, наверное. На этом спойлер мод офф, ибо сами знаете, что за такие подлости причитается. Скажу только одно, если вам охота поржать до слёз, загадить мозг, убить в себя остатки разума, посмотреть на кучу двинутых бабёнок и, конечно же, на все возможные виды труселей, то это аниме точно для вас. На этом всё. Смотрите сериал на сайте Анимания, оставляйте комментарии, жмите тыкалку вот с таким стачком, подписывайтесь на каналы Zormania, Zormania Play и Анимания. Zormania Play — это мой игровой канал, если что. Ссылки, само собой, прилагаются в описании. Ждите следующий обзор и дождитесь, так как их планируется ещё 6 штук. Всего хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok